Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось, одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела и набралось муки в пригоршне с дверью. Замесила старушка тесто на сметане и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко, остудила. Остыл пряничный человечек, полежал-полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились в догонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молоти лежит. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое и побежали за ним в догонку. Но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Забежала свинья и в догонку кинулась, только догнать не может. Слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал в догонку. Не может и он догнать не как человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. Я тебя съем, говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи. Только волк его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепый медведь и побежал за ним вдогонку. Но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит, бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя. Значит, и от нее он тоже легко убежит. Да слушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала. Подошла поближе к человечку и попросила его повторить. Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек. И только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался. Когда-то в дремучем лесу жила хитрая и самовлюбленная лиса. Она всех обманывала, поэтому никто из зверей ей не доверял и не хотел с ней дружить. Вскоре лисе надоело быть одной, и она пригласила своего соседа журавля на обед. Сначала журавль отказывался, помня, что лисе нельзя доверять. Но лиса убедила его, сказав, что кроме него никто из зверей не хочет дружить с ней. А главное, лиса предложила ему стать лучшими друзьями. Журавль был рад такому приглашению и через некоторое время отправился в гости. Суп, который приготовила лиса, был очень ароматным. Накрыв на стол, она рассыпала еду в большие тарелки. Лиса пригласила журавля за стол и стала с удовольствием есть свой суп. Но у журавля никак не получалось попробовать его из такой плоской посуды. Он безуспешно стучал клювом по тарелке и в конце концов остался голодным. Журавль расстроился, подумав, что лиса была очень невнимательна к нему. Но он был гостем в ее доме, поэтому ничего не сказал о своей обиде. А лиса тем временем доела суп до последней капли. Увидев, что журавль собирается уходить, она спросила в недоумении, понравился ли ему обед. Журавль вежливо попрощался и пошел домой голодный и расстроенный. Через некоторое время журавль решил преподать лисе хороший урок. Он отправился к своей подруге и вежливо пригласил ее на ужин. Лиса очень обрадовалась предложению и согласилась. Приготовив ужин, журавль достал два высоких и узких кувшина для себя и лисы. Он накрыл стол и разложил еду по кувшинам. К этому времени пришла лиса. Она была очень голодная. Журавль пригласил гостю к столу и друзья приступили к ужину. Лиса попыталась поесть из узкого кувшина, но у нее ничего не вышло, потому что посудина была слишком узкая. Журавль тем временем с легкостью ел своим длинным клювом. Когда он закончил, то увидел, как лиса безуспешно пытается поесть. Журавль поинтересовался, понравился ли ей ужин. Но лиса ответила, что она ничего не смогла съесть из-за того, что кувшин был слишком узким и длинным. Журавль ждал подобного ответа. Он напомнил лисе, как ушел голодным из ее дома из-за того, что тарелка была слишком плоской. И тогда она поняла свою ошибку. Ей стало стыдно, что так невнимательно отнеслась к соседу. Лиса извинилась и сказала, что и подумать не могла, что он не сможет есть из такой тарелки. Журавль простил ее и сказал, что впредь им нужно помнить об их различиях. Сказав это, он принес большую тарелку, из которой гостья могла легко съесть свой ужин. Когда наступило время прощаться, лисе пришла идея. Она попросила журавля взять один из его кувшинов к себе домой, чтобы он мог без труда обедать в гостях у лисы. Соседу понравилась такая мысль. Он похвалил лису, сказав, что если она будет использовать свою хитрость и смекалку для добрых дел, то у нее появится много друзей. Лиса и журавль весело засмеялись. С тех пор они были лучшими друзьями. Спустя какое-то время журавль пришел попрощаться со своей соседкой перед тем, как отправиться в теплые края. Оставшись одна, лиса заскучала. Но она никогда не забывала слова журавля. С тех пор лиса перестала думать только о себе и обрела настоящих друзей среди других зверей в лесу.